Добрый вечер, уважаемые телезрители. 27 июня 2014 года новый украинский президент Порошенко подписал экономическую часть соглашения об ассоциации с ЕС. Напоминаем, предшественник Порошенко Виктор Янукович считал, что Украина еще не созрела для партнерства с ЕС, и поэтому пока отклонил подписание запланированного соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Для президента Порошенко, напротив, подписание этого соглашения было осуществлением одного из важнейших предвыборных обещаний. Наряду с украинским президентом это оспариваемое соглашение с ЕС подписали также Грузия и Молдавия. Церемония подписания проходила в европейском духе. Президент Европейского Союза Жозе Борозу, кроме всего остального, сказал, главной целью этого соглашения является помощь нашим партнерам в притворении реформ в их странах. Но как выглядят эти реформы на практике? Денис Денисов, политолог и директор украинского филиала Института СНГ, сказал, Украина потеряет часть высоких технологий страны, например, производство турбин для авиационной промышленности, так как ЕС не нужен этот сектор. Дженди Баратуре, председатель грузинской партии «Грузинское собрание», комментирует, С подписанием этого соглашения Грузия потеряет контроль над своим внутренним рынком и станет попросту придатком для европейского рынка. К примеру, я могу назвать вам пункты из этого договора, согласно которому Грузия может экспортировать товары в ЕС, из которых 28 все-таки исключены. При этом речь идет о сельскохозяйственных товарах, которые производит страна. Если мы хотим эти товары экспортировать в другие европейские страны, мы должны платить за это пошлину. Другие европейские страны, напротив, могут экспортировать свои продукты в Грузию без пошлин. Виссарион Чешуев, известный политолог Молдавии, сказал на это. Молдавия обязалась последующие 2-3 года притворить у себя около 200 европейских стандартов. В общей сложности страна обязана ввести 340 стандартов ЕС. Но это стоит денег. Как непосредственно в Брюсселе, так и в самой Молдавии уже проходили демонстрации под девизом «Наша страна находится перед экономической пропастью». Эксперты определяют эти страны попросту колониями ЕС. Они являются лишь рынком сбыта ЕС и зоной дешевой рабочей силы. Теперь возникает вопрос, кому выгодно это соглашение? В этом случае тогда все же скорее ЕС. Взяв карту мира и изучив географическое положение этих стран, вы поймете также и другие взаимосвязи и выгоды. Желаем вам содержательного вечера.